Всем привет! В эфире Живого Радио программа «Театр на изданку» и я ее ведущая Каэля. Сегодня у меня в программе герой Евгений Дремин, артист-театр-массовет, исполнитель главной роли в рок-опере «Иисус Христос и призвезда». Театр-артист-массовет. Оговорочка. Женя, здравствуйте. Спасибо, что ты сегодня пришел к нам в гости. Спасибо вам за приглашение. Я знаю, что сегодня утром у тебя уже был спектакль. Расскажи подробнее. Был, был, был. Про спектакль? Да. Ну, спектакль называется «Шиворот на выборот». Это музыкальная сказка для детей и взрослых. В общем, она не только детская, да, там дети свой видят, интерес в этом. Взрослые свой интерес, в общем, рекомендую всем, кто видел, кто не видел, точнее. Ну, и, в общем, в принципе, да, 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 еще раз приходите, вот, я думаю, получите удовольствие, заряд энергии, бодрости на целый день, потому что спектакль утренний в 12 часов начинается. Вот, ну, какой вопрос-то был. Расскажите подробнее. Подробнее. Ну, как, поподробнее в смысле, что за спектакль, да? Ну, как, спектакль называется, спектакль называется «Шиворот на выборот», написанный поэтом и композитором Голодковым и Энтином, которые, этот творческий дуэт, они же написали мюзикл «Бременские музыканты». Да, мюзикл или как это назвать? Ну, можно назвать мюзикл. Наверное, мюзикл. Вот, в общем, естественно, «Бременские музыканты» знают все. Вот. Ну, этот спектакль, конечно, не столь популярный, потому что сказка «Бременские музыканты» была показана везде-везде, по всем каналам и в советское время, и сейчас до сих пор смотрибельно. Вот. А это театральная постановка. Ну, я думаю, как бы, юмор и интерес, он, как бы, сохраняется в этом, поэтому... Почему она называется «Шиворот на выборот»? Потому что там все наоборот, нежели как в русских сказках. То есть Иван, то бишь я главный герой, ваш покорный слуга, попадает в плен к дракону, то есть дракон его забирает, хочет женить на своей дочке драконьше, в общем, вот так вот. А Алена, соответственно, идет его выручать, ну и вот поэтому «Шиворот на выборот». То бишь все наоборот, то есть все не как у людей, все не как в русских сказках. Поэтому «Шиворот на выборот» и есть название. Хорошо. И о твоей работе в рокопере «Зухрит Австрализа»? Ну, о моей работе играть роль Иисуса я стал в 2004 году. Я тогда выпустился, закончил театральное училище, высшее театральное училище Нищепкина, курс Виктора Ивановича Коршунова, мой мастер Коршунов. Вот, и пришел, мы, в общем, студентами делали отрывки, показывали в театры, вот, и в том числе и в театр Моссовета. Мы пришли, показали отрывки, нас у кого-то попросили спеть, в том числе меня я спел, и, значит, спел раз, два, три. Вот, потом на следующий день меня, на следующий день меня позвали на разговор к музыкальному руководителю, к заведующему музыкальной частью театра, вот, Александру Ивановичу Чевскому, и, значит, он мне сказал, вот так и так есть возможность попробовать себя в роли Иисуса. Конечно, я не ожидал, для меня это был такой шок. Я чуть не упал со стула, и, ну, в принципе, полгода на репетиции, на разучивание этих очень тяжелых партий, тогда казавшихся мне абсолютно неподъемными, ну, я учил и разучивал, и как бы вот на это положил уколу все свое время этим я занимал. Вот, то есть это было на тот момент, конечно, первичная для меня репетиция и учить партии. Ну вот, и потом я сыграл премьеру в ноябре, первый раз я сыграл, ну, и вот до сих пор, до сих пор играю. Надеюсь, еще какое-то время буду в театре играть. Вот эту роль, естественно, и в театре тоже. Поэтому, ну, вот так вот. Такой вопрос мне, наверное, каково играть Иисуса? Ну, каково играть Иисусом? Ну, во-первых, во-первых, конечно, это накладывает на тебя отпечаток, отпечаток, ну, конечно, ну, большую ответственность накладывает, но прежде всего, ну, роль это роль. Поначалу тоже меня там пугали, я разговаривал с одними, с другими, в том числе и в церковь ходил, я разговаривал с батюшкой, вот, естественно, у меня ничего хорошего не сказал на эту тему, сказал, что это все довольно-таки греховные дела. Вот. И, ну, главное, я не стал на этой почве замыкаться, и, то есть, акцентировать внимание, потому что, если я пошел в эту профессию, ну, и изначально это профессия, да, гонима была церковью еще давным-давно, начиная там с эпохи средних веков и так далее. Вот. И, в принципе, ну, как, к этому относиться надо как к роли, но чуть-чуть побольше все-таки, то есть, ответственности. Поэтому и без фанатизма, главное. Вот. Не перекручать, не переходить ту грань, которая, значит, отделяет реальность от какого-то вымышленного чего-то. Ну, я считаю так. А образ Иисуса в жизни поддерживать стараешься или нет? Да нет, ну, как я его могу поддержать в жизни? Во-первых, я родился уже, наверное, явно не как Иисус. У меня святого духа, а от папы. Родила мама, зачал папа, как у нас у всех это, в принципе, бывает. Вот. И поэтому, ну, да не, ну, конечно, нет. Конечно, нет. Жень, я знаю, что ты также снимался в кино. Ну, это провокационный вопрос. Почему? Ну, как? Ну, это было давно, и неправда, я так считаю. Ну, фильм называется «Мы умрем вместе». И как бы у меня там была совсем маленькая роль. Не сказать, что эпизод. Ну, такая маленькая роль, наверное, да. Ну, в принципе, у меня там был один съемочный день. Просто так получилось, что режиссер сказал, вот, хотелось бы, чтобы ты персонажа собирал. Персонажика. Ну, и вот и все, собственно. Да там мне не о чем говорить. Ну, «Мы умрем вместе» называется. Ну, об этом, думаю, не стоит. А еще поступали? Нет, я ничего плохого не имею против фильма там или против там еще чего-то. Ну, как бы, так, маленькая роль, о которой можно сказать, просто сказать и все. Вот. А там рассказывать, я даже не знаю, что я не рассказываю. А еще поступали предложения сниматься в кино? Ну, предложения поступали. Мы, все артисты, ходим на кастинги, на Мосфильм, на студию Горького, на другие различные студии. Вот. Предложения были, но так получалось, что, видимо, не совпадали мои дела с этими предложениями. Потому что я к чему это говорю? Первый был сериал, меня утверждали на роли. В общем, мне запретили сниматься в институте. Ну, вот так вот было. Второй был момент, когда меня тоже, как бы, звали, но меня взяли в театр, и я разучивал роль Христа. Вот. А у меня фактически каждый день были... Да не фактически, а каждый день, наверное, пожалуй. Ну, иногда там через день. Вот. Потому что партия, конечно, мне тогда вообще неподъемной казалась, поскольку я, в принципе, не пел. Но пел, как поют актеры. То есть, просто актерский. Вот. И... И поэтому в тот момент, когда мне поступило это предложение, мне утвердили на роль одну в сериале, в большом, и мне пришлось, конечно, выбирать. Ну, и ясно всем, что я выбрал. Естественно, театр и Иисус Христос, суперзвезда. Ну, вот. Ну, в принципе, я думаю, все, наверное. Хорошо. А как ты вообще пришел в актерскую карьеру, и как ты начал петь? Ну, как? В актерскую профессию... Нет, ну, в принципе, если это называть профессией конкретно, да, то это, естественно, профессию дает театральное заведение учебное, высшее театральное учебное заведение, которое я закончил театральное училище имени Щепкина. Вот. А до этого то, что до этого было, да, это, конечно, очень важно, и, наверное, благодаря этому я окончательно утвердился в своем решении поступать в театральный вуз. Вот. Это, во-первых, начну издалека. Мне было лет шесть, наверное. Я попросил маму, чтобы меня отвела в музыкальную школу. Вот. Я просто грезил... значит, у меня мечтал о саксофоне, потому что я услышал этот инструмент, в принципе, и я просто хотел научиться играть на саксофоне. Вот. И я пошел в музыкальную школу. Мама меня отвела в музыкальную школу, и, в общем, меня определили на флейту, потому что в то время саксофону больше меня, наверное, был. Вот. Вот так, в принципе. Вот. Поэтому я стал играть на флейте, и впоследствии я закончил музыкальную школу, но тогда у меня уже были мысли об актерской профессии, потому что я поступил, меня приняли в музыкальный театр юного актера, художественный руководитель Алексай Львович Федоров. Конечно, это были мои первые, наверное, такие начинания вот в профессии, ну, как сказать, профессии, ну, сколько там, с 11 до 15 лет я там был, поэтому... Ну, зачатки, конечно, профессии это там были. Вот. И эти годы я очень благодарен, и благодарен Александру Львовичу, художественному руководителю, вот, потому что все-таки мне театр много чего дал, впоследствии с этой базой я поступил в театральное училище, даже не в одно, меня брали в школу-студию МХАТ, вот. Ну, выбрал я, вот, что я закончил. Ну, вот такие вот дела. А, ну да, а что касается вокала, ну, вокалом это не назовешь. Наверное, в училище это было пение просто. Это я имею в виду свой подход к этому делу, потому что у нас замечательный педагог был, и, естественно, она сейчас ведет вокал у других курсов, вот, Марина Петровна Никольская, и я ее очень люблю, и безумно ей благодарен во многих вещах, но во многом, конечно, виноват я сам, наверное, я, да не наверное, но и так и есть, я много чего не взял, что мог бы взять, вот, тогда, именно от нее, потому что она выдающийся педагог и потрясающий человек, и, в общем, она не взяла, наверное, много чего, что мог бы взять, ну, вот, как сложилось, так сложилось, потому что, ну, было дело и прогуливала ко мне, ну, я думаю, ну, а чего мне петь, пить я и так могу, я, в общем, голос есть там и так далее, то есть, проблем с этим не было, ну, думаю, ну, актерский, где надо, да, все, все что угодно, а вот тут пришлось, видите ли, так вот все перевернуть в себе, вот, поэтому, ну, что ж, перевернув. Хорошо, а помимо сейчас двух спектаклей в театре «Массовет», какие еще проекты? Ну, проекты какие? Скажу, наверное, об одном только проекте, поскольку мы его закончили, потому что о тех, которые сейчас в будущем, ну, не буду говорить, потому что, ну, сами понимаете, в будущем есть, конечно, там планы по поводу съемок, возможности тоже в фильме и в театре работы, ну, и не в «Массоветах», вот, не в другом театре, но это все в будущем. А ныне что мы сделали и что готово, мы записали мюзикл по повести Грина «Алые паруса», по повести Грина. Инициатором, значит, этого мюзикла была была моя мама, потому что моя мама поэт-песенник, писатель, она поэт-песенник, в том числе, она у Крутова состоит в агентстве ВАРС, как поэт-песенник, вот, и она написала либретто «Алые паруса» по повести Грина. А молодой и молодая композитор и певица Валерия Лисовская заинтересовалась и написала музыку вот на это либретто. И вот у них, в общем, у них сначала получилось, потом вот у нас. Ну, надеюсь, что получилось. Судить будете вы, зрители, когда это выйдет. Сейчас компания, рекординговая компания занимается выпуском диска, тиражированием. Вот, пока что его в продаже нет, и он еще не выпущен, но вот есть такая уникальная возможность услышать два номера, видимо, в моем исполнении. Ну да. И, кстати, хочу добавить то, да, кто там принимал участие, принимали участие и мой коллега по театру и мой хороший приятель Антон Деров, который играет Иуду в нашей рок-опере. Потом Владимир Дыбский, который был, значит, солистом Нотр-Дам-де-Пари. Кто еще? Такой певец Паскаль, известный певец. Я думаю, мы все его знают. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова